А затем уже после высоких встреч в Рязанской филармонии прошел концерт для десантников. Пели и плясали артисты отлично, принимали их тоже. И никто в праздничный день, похоже, не вспоминал дела недавние, когда уже и перестало быть нашей Рязанской высшей военной дважды краснознаменной десантной командной училища самостоятельным. Превратили его злополучные Сердюковские реформы в некий филиал общевойсковой академии вооруженных сил. Три года назад, в разгар правления эффективного менеджера десантной училищи, впервые за всю историю своего существования прекратила набор курсантов. Вместо офицеров здесь намеревались готовить сержантов-контрактников. Нет, не вспоминали об этом в праздник. Не вспоминали, как в грустные и шокирующие недавние реформенные времена рушилась система высшего военного образования в России. Оно, кстати, до вмешательства бывшего министра обороны Сердюкова считалось лучшим в мире. Так называемые реформаторы успешно осваивали миллиарды бюджетных рублей, выделенных на изменения в армии. Теперь коррупционные разблочения, все новые и новые сведения о воровстве и злоупотреблениях. Народные деньги ухнули, как в песенке, по широким буржуйским карманам. А сам Анатолий Сердюков перестал быть министром и осваивает карьеру вечного свидетеля по коррупционным делам в военном ведомстве. Теперь все вернулось назад. Училище получило самостоятельность, ему дали прежние наименования с названиями орденов и именем главного десантника всех времен Василия Маргелова. Вновь у нас в Рязани начали выпускать офицеров ВДВ, растет конкурс, повышается престиж военной службы. Так что пусть выступают артисты, пусть аплодируют курсанты, пусть приезжает высокое начальство. Лишь бы там наверху понимали, что система обороны это не место для коммерческих экспериментов бывших продавцов мебели. А то, что на возвращение прошлого статуса и устоявшихся норм в системе военного образования, то есть на возвращение того, что было разрушено, опять идут народные деньги из бюджета, так это ничего. Российский народ давно привык платить за все самую высокую цену в мире, двойную и тройную. Такова наша вечная доля.